А вы зачем на камеру вас снимаете? А никто вас не снимает, она сама снимает. Вы разве не снимаете? Ну, Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. Если желаете узнать о жизни, для чего человек должен жить, как душу спасти, ответить на ваши вопросы, сказать, где у нас большие ресурсы в интернете, у нас очень большой видеоканал, 13 с половиной тысяч роликов только. Наши именно, не чужие. Деревню с нуля строим православную, где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Ну, в общем, это очень интересно. Ну, так вы запишите наш ресурс, как найти. Мы сейчас расстанемся, запишите. Открытым оком, папиросу уберите изо рта. Мы не разговариваем, когда человек... Папиросу уберите, я иначе разговаривать не буду. Это не папироса. А, не папироса? Да, да, да. Это вы. Что такое? Это просто. Это не сигарет некое. Ну ладно, запишите. Открытым оком. Что? Открытым оком. Открыть. Открытым оком. Открытым оком. Хорошо. Открытым оком во свете Библии. Запишите, вы забудете. Открытым оком я запомнил. Это надо добавить во свете Библии. Угу. Во свете Библии еще запомнил. Да, Игнатий Лапкин еще добавить. Это Игнатий Лапкин. Как не папироса? Я вижу папироса это. Все, я убрал. Ну, так вы обманываете. Всякая лошадь дьявола. Это нельзя так делать. 12 лет жизни вам отнимет папироса. Вы будете болеть. Рак легких и гортани. Зачем вам это надо? Вам Бог дал все. Я быстрее хочу очиститься и попасть в Богу. Понимаете? Нет, не надо. Вы самоубийца, если курите. Ни в коем случае. Ну, я вам рассказал, у нас не спорят. Потом вы поймете, скажете, ой-ой-ой, что же я сделал с собой? Вы вратарь Аяшина знаете, был знаменитый вратарь? Да, конечно. Он курил. Большой палец правой ноги заболел. Отрезали ногу. Курил. Вторую отрезали. Руку и ногу отрезали. И все это из-за курева. Об этом Владимир Георгиевич Жданов много говорит. Профессор. Так что вовремя бросайте. Без Бога не бросить. Почему же человек раб греха? А если ты помолишься, скажешь, Господи, помоги. Я не могу даже от этой вонючей травы избавиться. Вот это наш род называется уста. И Анна Кронштадтский говорит, уста курящего демонская кодильница. Там навоз наложил ты это дерьмо, и оно горит у тебя. Зачем тебе это надо? Вы храм Божий. Вот тело наше это храм. А в храме разве курят? Я так сдерживаю, что вы из классики. Что? Давайте помолимся, чтобы вас Господь избавил от этого. Как вас звать? Ибрагим. Ибрагим. Вы хотите помолиться? Так, одну минуту. А как это делается? Я скажу, а вы только в конце скажете аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Помоги Ибрагиму избавиться от табака. От всего ненужного. Чтобы он поверил в тебя. Аминь. Мне кажется, демон сверился какой-то. Ну да. А что вы делаете с камерой? Вы снимаете меня на камеру, да? А мы не вас снимаем. У нас все снимается. Везде надписи висят. Вы знаете, что у нас в стране запрещено снимать только в пяти местах. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Второе. Военные корабли. Третье. Таможенная зона, где таможня есть. И четвертое и пятое. Это Министерство электрофикации и газоофикации. Все. Если кто запрещает снимать по-другому, на них падает 330-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это понятно. Просто вы понимаете, что можно экран снимать по-другому, через программу? Нет. У нас не выключается, когда хорошее дело идет. Мы говорим о хорошем. Это полезно для других. Это мы в интернет выставляем. А чем это полезно для других? Ну, всем полезно, что человек видит. Я наставление даю. Я же слова-то бросаю не за себя. А кто вы такой, чтобы давать наставление? Я проповедник, миссионер. 56 лет стажу. Я это подтвердил тюрьмами, лагерями, которые меня сажали. За моими плечами огромный опыт. Я сидел среди мусульман. У нас с мусульманами хорошее отношение. Мы им говорим, чтобы они приняли Христа. А у Евфа фантомасти вообще? Как? Арестантский уклад един? Я сейчас не пойму слово какое. Арестантский уклад един? Арестантский уклад един? Ну, почему они? В общем-то, везде одинаково. Безбожники сидят. А я там проповедовал, сколько человек пришли к Богу, каялись. Следователь обратился к Богу. Вот поэтому у меня есть результативность конкретная. Как пишут, тысячи людей пришли к Богу. Совершенно заброшены. Наркоманы, пьяницы делаются людьми. Некоторые не принимали паспорта, жили в тайге. Они вышли, сейчас дети учатся в школе. Это Бог дает. Это не мое, это Божье. Бог делает. Так Бога же нету. Бога нет, сказал безумие. С 13-й псалом. Сказал безумие, нет Бога. И причина. Они развратились, совершили гнусные дела. С Богом всегда хорошо, а без Бога ты сам себя отравляешь. Вот результат. Вот у нас на один миллион верующих ни одного курящего нет. Вы хотите что-то знать больше, для чего человек живет на земле? А вы зачем на камеру вас снимаете? А никто вас не снимает. Она сама снимает. Вы разве не... Не, не, Бать, ну ты зачем нас снимаешь-то? Да мы же знали, что вы придете-то. Мы же не знали, что вы появитесь. Ну ладно. Что, ну вы что-то хотите рассказать, интересно, я видю. Да, у нас разговор короткий будет. Запишите наши ресурсы, и там вы найдете ответ. Пишите открытым оком. Не, не, не. Вы давайте нам сами расскажете, что вы делаете, к чему, что вы хотите нам донести. О Христе, о Христе. Зачем читать, если по-настоящему... Рассказать о Христе, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Нужно сердце свое оповестить Богу, покаяться и прийти в церковь. И тогда жизнь изменится. Она будет во Христе. Навтра утром встанем, сходим, по-моему, ищем. Ну, завтрашний день, Соломон говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Может, до утра и не доживем. Написано, ныне, когда услышите голос Божий, не ожестощите сердец ваших. Не ожестощите. Бог не вечером будет стучать в наши двери. Он говорит, стою у двери и стущу, откровение 3.20. Это сильное. И что делать-то нам надо? Покаяться. Вы курите? Да. Ну вот, уже отравляете себя. 12 лет жизни отрезали, ни за что. За вонючую травку. Не, мы сигареты курим. Неважно. Ян Кроштатский говорит, уста, рот курящего, демонская кодильница. Демоном служит человек. Мы храм Божий, а ты отравляешь этот храм. Нельзя этого делать. Верующие, они живут для Бога. Они верующие для сатаны, идут в ад. В огонь вечный пойдет человек, если он не примирится с Богом. А жертва Христа, это примирительная жертва. Он взял наши грехи и умер за нас. Чтобы мы жили для Бога. Здесь, стой. Попробуйте секрет. Ну это, это вообще, короче, секрет. Так вот, вы запишите наши ресурсы, потом придете. Подождите, стойте, стойте. У меня тоже есть что сказать вам. Давай. Вот вы говорите, Бог, Бог, все. Вот это Библия, да? Библию вы же продвигаете, правильно? Вот она Библия. А теперь послушайте меня. Иконы. Подождите, вы послушайте меня, я вижу все это. Иконы ваши. Библия, церковь. Суть в том, что вы говорите, вот это все написано Богом. Это все написали люди своими руками. Никто никогда не видел Бога. И никто никогда ничего с ним не присутствовал. Все, что у вас есть, это сделано руками, людьми. Это все люди. Понимаете? А вы всегда говорите, что Бог, Бог сказал. А кто слышал-то, что он это сказал? Кто это слышал? Вы по одному вопросу задавайте, я сразу отвечаю. Как известно. Апостол Петр пишет, все писание Бога духовновенно. Писали его святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. Вы этого не знаете. А дальше Бог, Бог, неверующий Бога, представляет его лживым. Дальше Псалом 13, 52 говорит. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И уже название дано этому человеку, безумный. Откуда все взялось? Вы рассмотрите, живые организмы. Откуда все взялось? Откуда? Бог сотворил. Это первая книга Библии, бытия, говорит. Кто это? Почему Бога сейчас нету с нами? Как нет? А потому что вы не хотите... А вот с нами... Вы видите, подождите, стойте. Вы вообще видите, что происходит в нашем мире? Земля скоро истощится, ее просто не станет. Мы ее выкачаем и взорвем сами. Почему Бог сейчас не вмешается и не уберет всех? А он сказал свободу. Он по образу своему сотворил человека. Но свобода эта закончится. Давай, давай, давай пообщаемся. Подавайте голову, пожалуйста. Ну это что? Ну они просто, понимаешь, они... Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте. Ставьте лайк. А также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашу канал. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!